Привет, друзья! Вчера на супертурнире в Германии действующий 17-й чемпион мира Дин Ли Жень встретился со своим великим предшественником на шахматном троне Магнусом Карлсоном. Первая партия между этими противниками завершилась ничью, и вот теперь белыми фигурами предстояло играть китайскому гроссмейстеру. Он продвинул пешку от ферзя, Магнус ответил прыжком, коня белые захватывают центр, на доске разыгрывается защита Боголюбова. Карлсон выписывает шаг, белый закрывается слоном, происходит размен чернопольников. Белый забирает ферзем для того, чтобы развить коня на более активную позицию. Логичным планом здесь смотрится подготовка продвижения Е5, расставляя пешки на поля противоположные цвету своего слона. Но Магнус Карлсон устанавливает пехотинца в центр доски. Дин Ли Жень защищает пешку на поле, С4 открывает диагональ белопольнику. Карлсон уводит короля в безопасное место, белый также подготавливает эвакуацию короля. Ну и норвежец трудоустраивает своего слоника на большую диагональ. После двух нулей он завершает фянкетто. Китайский терминатор пробивает на поле Д5, очевидно планируя давить на отсталую пешку С7. Белый завершает мобилизацию, налаживая ладей коммуникацию. Магнус пошел конь Д7, Дин Ли Жень меняется на поле Д5 и продвигает пешку вперед, препятствуя ходу С5. Дело в том, что если черные сыграют подобным образом, то белый один раз меняется на С5 и продвигает пешку вперед, получая в перспективе возможность образования отдаленной проходной, изолируя пешку С5. Так что в партии Магнус Карлсон решил цепануть ферзевый фланг противника с другой стороны. Дин Ли Жень проходит мимо, фиксирует слабость на поле С7, но Магнус играет ладья С8 и на ответный ладья С1 продвигает пешку вперед. Внимание для всех новичков в шахматах. Сейчас будет фокус-покус. Взятие на проходе легализованные читы в шахматах. Магнус Карлсон забирает ладьей, происходит размен тяжелых фигур. Как видим, план действующего чемпиона мира по захвату слабой пешки С7 лопнул как мельный пузырь. Кроме того, теперь уже у черных появилась возможность образования отдаленной проходной, поэтому белым нужно действовать довольно аккуратно. Дин Ли Жень нападает на слона, ферзь отправляется подавать угловой, защищая слона и конструируя батарею Рихарда Ретти, надавливая на королевский фланг. Дин Ли Жень играет конь Е1, защищая пешку, с идеей выменять агрессивно настроенного слона противника. Карлсон переводит ладью на открытую ленью, фигуры одна за другой покидает поле сражения и над доской витает призрак ничейной смерти от истощения организма. Короли синхронно открывает форточки для того, чтобы проветрить помещение. Черный сдваивается по леньице, Дин Ли Жень прицеливается к пешке Б6, но Магнус продвигает пехотинца вперед. Брать, конечно же, нельзя из-за провисания ладьи. Китайский гроссмейстер меняется на поле С6 и нападает на пешку А5. 16-й чемпион мира толкает атакованную пешку вперед, Дин Ли Жень вторгается на седьмую горизонталь, угрожая после шаха выиграть пешку. Магнус защищается продвижением Ф6, Дин Ли Жень тыщет коня на ферзевый фланг для борьбы с пешками противника. Черный убирает сторону коня, освобождая ферзя от оборонительных функций. Далее последовала конь Д3, Магнус напал, Дин на блокадное поле коня убрал. Магнус шахует короля и цепляется к пешке Ф2. Дин Ли Жень бросается в атаку на вражеского короля, но Магнус забирает пешку на Ф2. После хода ферзь Е8 угрожает шах с поля Е7, но черный съедает еще и пешку на поле Е3. После шаха белым удается выиграть фигуру, они создают угрозу мата, но Карлсон словно говорит своему противнику. «Я истину тебе, мой друг, открою в двух словах. Ничто не вечно под луной, лишь вечен вечный шах». На 36-м ходу была зафиксирована ничья. Такое ощущение, что Дин Ли Жень решил, как Гарри Каспаро в первом матче против Карпова, настрочить ничьих для обретения психологической уверенности. Вот только дружеский подзатыльник Рихарда Раппорта намекает на то, что против него играет не уставший Карпов, а вполне себе мотивированные и свежие игросмейстеры. И данный метод здесь не работает. А что думаете вы об этом, напишите в комментариях. Ставьте лайки, делитесь роликом с друзьями и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok